день добрый мы с вами начинаем рисовать новый рисунок инструмент у нас все те же вам понадобится гуашь кстати напоминаю если у вас нет большой банки гуаши вы можете использовать зубную пасту вместо нее по-прежнему макаем кисточку воду готовим тряпочку чтобы у вас подирать кисть и так начинаем кисточка у нас после последней работы казалось ним это или мы-то она не совсем спала с ним немножко потому как нам надо будет сейчас белой красочкой загрунтовать хвост мы берем много-много белой красочки можем это делать и размазываем можно кисточкой можно губочкой выходим за рамки ничего страшного как раз нам это нужно чтобы про мазать весь лист хорошенько-хорошенько пройтись красочка если даже будут куски краски ничего страшного что не покажет просто грунтой стол мы потом потрем так теперь мы берем кисточку поменьше открываем красочки у нас на готове можно открыть все чтобы было удобно работать в основном на сегодня понадобится синий красный желтый наверное без зеленого мы сегодня обойдемся и берем синий красочка сейчас мы посмотрим какая нам больше по душе сейчас давайте вот это вот так как фон у нас будет темный ночной мы берем не жалейте только краски в разных уголочках красочку эту наносим смотрите внимательно сверху нужен такой кружочек оставить поменьше то краски вообще в этом рисунке использую черный цвет но я как-то в последнее время не очень хочется мне чернить все поэтому лучше побольше добавим синий так далее вытираем кисточку берем красный цвет и также наносим его не жалея если где-то перемешается синим не страшно можем здесь вот где-нибудь ляпнуть хорошенько только нажать красочку здесь вот мужем так и вытираем 5 кисточку можно чуть-чуть ее промыть потому что сейчас мы с вами полезем желтый цвет у нас вы мало кстати осталось на баночку менять и вот здесь делаем желтые ляпушки думаю что пока желтого нам хватит вытираем кисть сейчас начинаем от центра от желтого здесь будет беленькая у нас чуть-чуть и начинаем по кругу размазывать смотрите внимательно что у нас происходит это можно делать губка это можно делать кисточкой смотрите как вкусно получается как тортик небесный пейзаж чуть-чуть можно белую красочку вернуть и дальше пошли вот почему жирно говорится потому что когда жалеете красочку получается и не прокрашенные моменты лучше пускай они будут белого белой краской прокрашены чем вообще не прокрашены так вот по кругу мы заходим здесь внизу что нужно круг у нас и сделал мы разводы делаем в одну в другую сторону в одну в другую сторону закрашиваем хорошо хорошенько уголочки такая яркая у нас будет ночь здесь можно добавить голубого или видите даже не лезу за краской как то вот так вот можно будет добавить в центр немножко белого мне кажется можно сделать маленькой кистью такое светящийся я думаю что мы прям вот так и оставим на прошлом рисунке не получала совершенно другая картинка закруглим чтобы немножко получилось круглый нас такая вот луна если у вас помню получается другой вы не переживаете потому что картины должны друг от друга отличаться мы моем большую кисть убираем ее сторонку также готовим кисточку средняя потому что мы сейчас будем ехать работать протирая и так нам нужно нарисовать теперь нам нужно нарисовать веточку который у нас будет вот если разделить лист пополам вот чуть где-то примерно чуть ниже середины начинаться можно ее провести черным цветом можно провести коричневым чуть чуть ниже кисточку наклоняя в сторону мы аху обходим внимательно смотрите обходим и уходим с другую сторону вот таким образом делаем такие веточки ой кто-то залез не в ту краску очередной раз делаем веточки такие красивые у нас получается веточки и сделаем еще одну веточку сверху вот сюда она у нас будет идти посмотрите уголок отсекая небольшие такие веточки будут идти от нее встречаясь другим дерево сюда можно еще одно сделать вот такие веточки а вот здесь в этом месте у нас будет сидеть сама вытираем маленькую кисточку черной краской можно чуть-чуть и сполоснуть что краски уже не практически не оставалось и у нас на готове была такая кисточка средняя щетинка мы берем голубую красочку давайте синие возьмем на палитру у меня заготовлена тарелочка то может быть и бумага простого бумагу быстрее впитывается и берем побольше белого цвета чтобы у нас получился голубой такого возьмем и потихоньку вмешиваем в белый голубой ой белый синий вмешиваем получается другой цвет смотрите как крем на торте и мешали кисточкой рисуем такой овальчик примерно смотрите чтобы он был меньше спичечного коробка таки раз-два сильно не размазывая иначе у нас нижние цвета полезут дальше мы берем еще раз и смотрите что мы делаем мы делаем вот примерно серединку себе отметьте делаем такой круг раз и еще один круг должен быть похож эти проворачивая кисточку вот таким образом проворачивая кисточку вас получается круг наверно чуть-чуть добавлю что-то но мне это у нас сова и но мне почему-то такая получилась большая можно делать и чуть поменьше и так нужно дать немножечко подсохнуть пока сова будет сохнуть мы будем дальше это заготовочка поцелу можно нарисовать еще ушки давайте мы это сделаем маленькой кисточкой сразу мы маленькой кисточкой осталась красочка смотрите как делается вот прямо выходя с этого круга вверх раз немножко под наклоном сюда берем красочку который нас осталось на кисточке делаем то же самое раз сюда такие вот ушки у совушки пока мы оставляем сохнуть надеюсь она высохнет быстро вытираем кисточку она нам понадобится принципе эту синюю можем так оставить нам сейчас понадобится опять щетинка средняя кисточка она может быть и круглые вытираем ее тряпочку хорошенько чтоб ничего не оставалось и наверное сейчас мы воспользуемся бумажка хотя можем воспользоваться и палитрой этой мы берем красную красочку так а давайте возьмем красную немножечко другого цвета вот у меня есть возможность для 12 цветная краска была два цвета и отрезала они были лишние и возьмем наверное вот такую вот красную краску и вот здесь или немножко вот так объем распушим кисточку хорошенько ребятишки всегда любят ребятишки и детишки любят пушить кисточки и вот здесь где у нас веточки были мы просто раскидываем такие цветочки вокруг веточек цветочки на раскидываем 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 цветочки где-то видите не просохла где-то пробивается красная из-под белая из-под синего даже на что у нас еще основа не просохла если у вас есть можно основу заранее просушить но это даже добавить некий колорит вытираем кисточку и так или еще хотим смотреть если хотите побольше цветочков можно побольше у меня ведь получилось в основе много красного поэтому много красного здесь не хочется вот так и давайте добавим туда туда же беленького мы возьмем так зачерпнем красочку потыкаем нее то что немножко розовая получается не страшно но все равно перемешайте опять пуши и добавляем немножко белого можете добавить желтенькое если вам хочется желтенькое добавить вот такие вот для пушки у нас получается упс сильно получилось немножко запущено затусимые и дадим чуть-чуть просохнуть так я воспользовалась чуть-чуть феном чуть-чуть подсушил это дело и у нас здесь на палитре осталась синие красочка что мы делаем дальше сова это птица у нее есть крылья вот эту вот часть мы делаем крылышками вот такими вот крылья сложенную совы мы делаем синие крылья можете делать такие пятнышки пятнышки чтобы было видно как будто бы перья пятнышки маленькие такие грудку мы выделим чуть-чуть синеньким чуть-чуть темнее голубенькие перышки здесь сделаем мусорный такой фартушек красивый видно вам можете оттенить чуть-чуть белым если хотите вот красивый перышки получается что мы делаем еще мы макнем чуть-чуть воду красочку вот кисточка возьмем красочку и оттеним немножко ушки пушки у нас должна быть гораздо темнее делаем треугольнички такие мы делаем кружки вокруг глаз темненькой красочкой эти кругляшки нужно чуть-чуть растушевывать нас была голубая красочка можно чуть-чуть утемнее и к центру подводит и круги растушевываем немножечко вниз растушевываем по кругу такие перышки такая глупоглазая сова у нас получается кисточку вытираем ее тряпочку берем черную красочку здесь нужно быть очень аккуратными и внимательно посмотреть не по центру кругу круга а чуть-чуть ближе к слову к луне данном случае делаем круглышок закрашиваем его черной красочкой и теперь примерно на таком же расстоянии от центра делаем еще один круглышок можно маленькими точечками а потом подравнять чтобы не вылезти такие вот глазки дадим высохнуть можно чуть-чуть побольше истят в данном случае сала большая кстати веточку нам тоже нужно будет укрепить потому что салата большая на ней сидит веточка должна быть посильнее выделена по краю на пока у нас черный цвет а мыли кисточку возьмем белого цвета и чуть-чуть нанесем его не размазывая а просто прикасаясь к веточке на верхнюю часть чтобы веточку немножко оттенить пока мы оттеняли я заметила что у нас есть голая такая веточка представляете надо срочно это поправить надо дырнуть красную красочку и хотя бы маленькой кисточкой сделать небольшие тут такие вот ягодки кончиком писта кисточки просто везде 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 их раскидать или еще можно применить вот такой прием смотрите берем кист ушную палочку и просто понатыкиваем вот таких вот ягодок везде ягодки висят а если вы возьмете несколько сразу так как сложите процесс у вас будет быстрее в три раза будем считать что сова сидит вообще на ветке рябины сильно сильно получилось зато ярко какая веселая ночная сама получается теперь пока мы тут тыкали 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 синенький нам уже не понадобится мы вытираем кисточку мы сделаем такой наверное оранжевый клювик что получился раньше вот тут у нас оставался красный мы можем его чуть-чуть помешать желтым слегка оранжевый такой не сильно темный здесь рисуем такой клювик и на веточке рисуем маленькие пальчики вот так касаясь раз посмотрите два сама сидит и держится за ветку вот так она сидит давайте мы все-таки еще под теме наверно крылышки возьмем чуть-чуть черного и все-таки мы наверное сделаем темнее так вам видно по краюшку по краюшку делаем крылышки вот такие по краешку по самому краешку крылышки можно чуть-чуть ушки подтянуть выделить если боитесь кисточкой можно сделать это потом фломастером когда уже у вас все не туда окнула в краску хотела вода вот это весело так берем белый цвет и делаем немножечко такие зрачки и вокруг глазика тоже проходимся белым цветом стараемся не задевать черный или чтобы его ненароком не задеть можно просушить опять же феном ну и что наша сала практически готова поздравляем можете поставить здесь свой автограф настоящий художник настоящий художник так до новых встреч Продолжение следует...